и сегодня у нас длинный вопрос возможно ответ будет таким же посмотрим зачитываю у меня в провинции нет качественных курсов онлайн обучение не воспринимаю информацию с такой подачи это мои комплексы остаются книги для себя отмел сразу веб-дизайн и любой фронтенд и десктоп так как подрабатываю linux админом и люблю это направление решил изучать серверное программирование много раз пытался освоить у п самостоятельно расшиб мозг и возненавидел опы понимая что это от недостатка наставника но негде взять логически пришел к выводу что мне нужно изучать си с моими костылями в голове но не в лоб разработал план тут ребят внимание первое с помощью free pascal освоить основы программирования именно не стать паскалистом а понять структуру создания кода 2 после этого освоить лишь основы ассемблера чтобы понять что же язык си скрывает под собой третье попытаться понять суть язык оси четвертое после этого поискать вакансию тестировщика ну там с уважением до свидания какого хрена тестировщик там делает в этом плане я понять не могу блин я уже который раз читаю это сообщение я не могу понять ладно поехали блин вы понимаете что суть вообще всего этого сообщения это демонстрация той каши которую человека в голове давайте в ней немножко покопаемся надеюсь станет ясно куда двигаться вы не найдете в данном скажем так анализе грааля который решит вашу проблему потому что ваша проблема даже вам самому двойна ты даже тебе самому не ясно но иллюстрирует очень хорошо то что происходит в голове большинства людей которые решили стать программистами ну или такую цель себе поставили ли об этом думали мечтали не суть общем те кто думает об этом они же не знают что же делать как и же быть и поэтому дай бог составляют планы но вот этот план он знаете как я в одном выпуске уже писал человек который хочет создавать приложение на андроиде и поэтому начал с html css вот такая же взаимосвязь только тут человек вообще в конце уже тестировщиком собрался быть так давайте пробежимся по нескольким противоречием затыком или каким-то убеждением которые тут просвечивают в этом сообщении онлайн обучение не воспринимаю информацию с такой подачи не воспринимают а что значит ты не слышишь что люди говорят ты не видишь что они показывают то есть ну что именно после я поясню почему я на этот момент акцентирую внимание в провинции нет качественных курсов недостаток наставника и негде его взять остаются только книги то есть человек поставил себя в безысходное положение у него есть только книги понимаете да нет статьи в интернете нет интерактивных курсов нет и курсов в игровой форме нет видео уроков разнообразной форме нет онлайн курсов конечно же наставников нет онлайн наставников у него тоже нет у него только книги поэтому выбора нет но с книгами я расширь мозг об ооп понятно да то есть на самом-то деле книги тоже херовенько работают то есть выхода на самом деле нет возможно из-за этого и тестировщикам потом я тут сейчас не насмехайся хочу чтобы вы поняли это это лишь демонстрирует то ну что что там бывает в коробочке происходит итак давайте разбираться во первых я бы на твоем месте не ограничивал все-таки источники информации книгами которые тебе судя по всему не помогают рассмотрел бы всем на образа многообразие информационных ресурсов которые дает нам всем интернет слава интернету дальше серверное программирование что именно подразумевается под серверным программированием это написание демонов под юникс платформы или мы говорим о создании биллинга но биллинг состоит из нескольких частей обычные какая-то вот морда должна быть для клиента то есть это не только демон учитывающий прохождение трафика или может быть это имеется учитывая что тут слово linux прозвучал может быть ты имеешь ввиду создание приложений под linux на это уже не просто серверное приложение это десктоп разработка которую ты отмел тут надо понять что такое серверное программирование в твоем понимании вот дальше добираемся собственно мы до самого плана вот этот сам план да это как говорится у меня есть цель но я сделаю все чтобы как можно дольше и с наименьшими шансами и достигнуть вот так она и называется иллюстрируется на тем что потом я вообще в тестировщики пойду вообще-то тестировщик и программист это две разные специализации понятно они пересекаются так или иначе ты можешь перейти с одной на другую вопросов нет но в данном случае цели стать программистом вот которая должна была быть четвертым пунктом ну или пятым десятом но в любом случае она должна была там быть и и там в принципе нет вы заметьте так стать хорошая иллюстрация вот этой витиеватости пути то есть запрос на то что я хочу стать программистом а в итоге становлюсь тестировщиком а где становлюсь программистом в плане у тебя план развития чего тестировщика если тестировщик тогда непонятно зачем первые три пункта зачем тебе free pascal и ассемблер а если ты собираешься стать программистом почему в плане нету стать программистом я прошу вас очень сильно не надо писать в комментарии я считаю что человек там бла 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 я предполагаю что он имел ввиду вот это ребят вы не телепаты я между прочим тоже не телепат я лишь анализирую то что написано то что я вижу что происходит в голове у человека не знаете не вы и не я и не узнаем как я уже сказал мы не телепат поэтому не нужно теоретизировать я предполагаю я понял что человек нахер это никому не нужно предположение ты не знаешь точно нахер об этом говорить вообще у нас была рубрика аналайзет ну как она есть все еще там был один выпуск вот блин несмотря на то что короче там целая куча телепатов в комментариях я понимаю что думала как ты можешь понимать что думал этот человек я даже не понимал что думал тот человек хотя с ним диалог вел и за полчаса я все равно не знаю точно и наверняка что он там себе в голове думал что самое интересное он сам не до конца понимает что он думал и в данном случае точно также потому что но идет нестыковка пост это явно и просто психологическая нестыковка целей и средств то есть если вам совет то нужен если вы хотите результаты добиться вот сейчас будет она и так по плану во первых определись кем ты хочешь быть программистом тестировщиком второе ты собираешься вообще достичь этого результата потому что по плану я вижу что ты делаешь все что угодно лишь бы не делать то что нужно то есть писать на си потому что ассэмблия нужно получить после того как ты себя забрался по-хорошему ну потому что как бы регистр в ассэмблии на мой личный скромный взгляд это ну не проще чем писать что-то на си может быть конечно для тебя по-другому просто это вписал в план но если ты пишешь что освоить основы ассэмблера наверняка ты не сталкивался с этим не понимаешь о чем говоришь то есть ты сам выстроил плох понять что еще интересно ты выстраиваешь план на основании полного непонимания того как этот план будет работать то есть если мне нужно наколоть дрова я понимаю что план мой такой взять дерево его срубить логично она упадет и очищаю от веток я пили его на части беру эти чебышки и колю их топором у меня получается дрова план четкий понятный я понимаю какой результат принесет каждое действие в твоем случае ты не знаешь какое действие принесет каждый из пунктов но тем не менее ты вписал их план зачем зачем составлять план который ты не знаешь как сработает каждый из пунктов в твоей голове ты не знаешь поможет ли тебе free паскал free паскаль ты не знаешь поможет ли тебе ассэмблер насколько они повлияют на пункт номер три поэтому вот это бы все я взял выкинул нахер весь этот твой план потому что это нихрена не план это лишь иллюстрация вообще знаешь это как это компонент всего твоего поста всей запутанности той ситуации в которую ты попал я понимаю что ты не знаешь как двигаться что делать и так далее давай теперь попробуем разобраться и так первое понять хочешь ли ты стать все-таки программистом тестировщик там я предполагаю о чем ты думал когда писал слова тестировщик ну как я уже сказал я не склонен к телепатии и тереть теоретизации каких-то вещей о которых я не имею понятия я не знаю что у тебя в голове поэтому тут реши сам кем ты хочешь быть определись с тем что именно какой результат ты хочешь получить визуальный ну ощутимый результат серверное программирование какие программы ты будешь писать что они будут делать дальше первое что стоит делать когда ты уже понял что да я буду программистом да я буду писать на оси вот такие вот программы многие спрашивают я не понимаю программе как же я пойму какую программу мне писать ребят тупо возьмите скопируйте не надо тут заморачиваться и придумывать второй фейсбук никто от вас этого не ожидает когда вы вообще в программировании не разбираетесь возьмите тупо скопировать у вас всегда есть какой-то ну ориентир на которой вы равняетесь я видел такую-то программку вот я хочу делать так такое же ну вот возьми эту программку как пример ну прости возьми одну функцию из этой программы если она сложная и выполняет много функций возьми одну функцию из этой программы возьми напиши программу которая будет выполнять эту одну функцию функцию имеется ввиду не функцию в программировании функцию как ну функционал какой-то то есть одну функцию что должна делать эта программа ну и вот собственно это сам совет и есть. Я это многократно повторяю, но опять же слышу в ответ часто что-то типа, ну я же не понимаю, как же я могу написать программу. Ребят, блин, скопируйте, наберите в гугле, у вас есть гугл, слава богу. У меня не было его в самом начале, у вас он теперь есть. Я вас поздравляю, у вас есть замечательная штука, которая найдет вам практически все в этом долбанном мире. Вбей в гугл, как написать вот эту функцию, что делает эта программа, как вот это сделать, как это реализуется. А потом, кстати, все еще почему-то думают, что написать программу, это я имею ввиду, что взять и вот хоп, я сейчас возьму и так раз и накатаю. Конечно же, я от вас этого не жду. Понятно, что это будет труд изучения и так далее, но да, программирование это труд, изучение и так далее, это много времени, сил и прочего. Ваша первая программа может быть не самой простой программой в вашей жизни, но не нужно усложнять. Потому что вот этот план, он еще, кстати, знаете, о чем свидетельствует? О том, что человек намерен к своей цели, я же уже это говорил, по-моему, прийти как можно сложнее, как можно дольше. Вот этого не надо, если у вас эта цель реально стоит. Кстати, опять же, реалистичность, как это сказать, важность нам какой-либо цели, она опять же подтверждается тем, как мы действуем. То есть, вам реально важно стать программистом? Или вы это так просто себе придумали? Поиграться? Если поиграться, ну и не парьтесь тогда. Может вам не стоит ничего делать? Вы же и так себя заставили много лет что-то делать уже по этому плану, чтобы прийти к цели. Может вам нафиг эта цель не нужна? С этим нужно разобраться. Окей, предположим, она у вас есть. Предположим, она такая. Пишите эту самую простую программку, потом повторяете эту итерацию с усложнением энное количество раз. А потом, поверьте, вы поймете, что делать дальше. Там, в процессе. Ну, если что, спрашивайте на ютубе. У меня или еще у кого-то? Вопросов нет? Отвечу. Понятно? Разбирайтесь своей головой. Ребята, вот этой каше, чтобы достичь ваших целей, у вас в голове быть не должно. Ваш план должен быть прост, туп, да безобразие. Он не должен быть сложен. Изучение по гаммированию это сложная штука, поэтому нужно действовать максимально просто. Не нужно усложнять, не нужно сейчас идеализировать и, скажем так, перфекционизировать все. Действуйте просто тупо, кондово, учитесь, начиная с малого. И тогда у вас все получится. А в данном случае, если вот так вот действовать, точно, ну, почти точно не получится. Побольше вам ясности в голове. И на сегодня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok